Здравствуйте! В эфире информационная программа «Факт». В студии работает Айсулу Махмутова. Казах сообщает, что президент Казахстана Нарсултан Назарбаев проведет ряд двусторонних встреч с президентом России Владимиром Путиным и президентом Белоруссии Александром Лукашенко в рамках заседания Высшего Евразийского экономического совета в Астане, который пройдет 28-29 мая. На заседание первостепенное внимание будет уделено дальнейшему развитию интеграционного взаимодействия и созданию к 1 января 2015 года Евразийского экономического союза. Президенты Казахстана, России и Белоруссии обсудят ход выполнения поручений по обеспечению функционирования ТС и ЕЭП. В ходе заседания будет дана оценка ведущейся работе по кодификации международных договоров, составляющих правовую базу указанных интеграционных объединений. Интерфак сообщает президенты Казахстана, России и Белоруссии. 29 мая в Астане обсудят вопросы дальнейших интеграционных процессов на очередном заседании Высшего Евразийского экономического совета. Кроме того, по приглашению Назарбаева 29 мая также в Астане будут находиться президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев и президент Украины Виктор Янукович. В этот же день состоится совместная встреча президентов Казахстана, Российской Федерации, Белоруссии, Кыргызстана, Украины. Как известно, Кыргызстан подал официальную заявку о вступлении в таможенный союз. Украина подала заявку на получение статуса наблюдателя в таможенном союзе. Президент Казахстана Назарбаев 29 мая примет участие в неформальном саммите ОДКБ в Бишкеке. Сегодня в Бишкеке в преддверии саммита проходит заседание с участием главы МИД Казахстана, министра обороны и секретаря Совета безопасности, на которых планируется рассмотреть ряд вопросов, связанных с деятельностью ОДКБ и реализацией основных направлений развития военного сотрудничества и государств-членов данной организации. Территория Совета безопасности и Организации договора о коллективной безопасности обсудили на встрече в Бишкеке вопросы, связанные с обеспечением стабильности в Центральной Азии после вывода коалиционных сил из Афганистана в 2014 году. Председатель Совета обороны Киргизии Мусурман Култа Балдеев заявил, что угрозы, находящиеся из Афганистана, очень серьезные – это терроризм, экстремизм, наркоторговля. По его словам, участники заседания очень детально разобрали ситуацию, проанализировали варианты. Федеральная служба по контролю за оборотом наркотиков в России предложила в рамках ОДКБ создать Центр борьбы с наркотиками. Это предложение было поддержано всеми участниками встречи. Казахстан и Россия обсудили проект договора о военно-техническом сотрудничестве. В Астане состоялось 11-е заседание комиссии по военно-техническому сотрудничеству между Казахстаном и Российской Федерацией. Стороны обсудили проект договора между ОРК и Российской Федерацией о военно-техническом сотрудничестве, обменялись мнениями по текущему состоянию двустороннего сотрудничества, а также перспективным проектом. В настоящее время актуальными остаются вопросы по обслуживанию, ремонту и модернизации казахстанского вооружения и военной техники, включая создание на территории Казахстана соответствующих центров и предприятий. По итогам 11-го заседания под комиссией был подписан соответствующий протокол. О том, что интересного произошло сегодня в городе, вы узнаете сразу после короткой рекламы. И продолжим выпуск. 19-летний актюбинец Абая Жарылганов, который, казалось бы, бесследно исчез из железнодорожной больницы в прошлый понедельник, в выходные обнаружился живым и невредимым. Все эти дни он находился в одном из дачных коллективов, пребывая в глубокой депрессии из-за предстоящей сложной операции. Его нашли с помощью служебных разыскных собак. Теперь ему предстоит госпитализация в одной из больниц в столице. В результате проведенного оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции с помощью служебно-розыскной собаки установили его местонахождение, после чего были оповещены родственники Жарылканова Абая. Со слов сестры, парня родственники намереваются отправить в город Астана для проведения операции. Помимо этого, в выходные в области произошло несколько ДТП. К счастью, погибших нет. Что касается областного центра, то в субботу 19-летний водитель Тойоты столкнулся с иномаркой, отчего рядом ехавший водитель «Жигулей» сбил 15-летнюю школьницу. Девочка с травмой колена доставлена в СМП. Между тем, в железнодорожную больницу был госпитализирован 25-летний мотоциклист с переломами обеих рук. С ним в воскресенье при развороте на дороге столкнулся 20-летний водитель «Митсубиси», нарушивший правила дорожного движения. Диверсификация в сельском хозяйстве. Именно с таким девизом областное управление сельского хозяйства открывает нынешние весенние полевые работы. Это предполагает выращивание не только пшеницы, но и отныне масличных, овощных и кормовых культур. На эти цели в этом году из республиканского и областного бюджетов выделяются 600 миллионов тенге. Все весенние полевые работы предполагается завершить до 1 июня. Последние два года мы проводим диверсификацию пассивных площадей. Это связано с тем, что мы увеличиваем поголовье животных. Будет увеличена площадь под фуражное зерно, под кормовые культуры, под масличные культуры. Весенние полевые работы сегодня у нас, можно сказать, проходят неплохо. Ту запланированную площадь, которую мы думали, оно должно выйти, на сегодня посеяно где-то 85% зерновых. Вместе с тем, в местной казне для аграриев предусмотрены субсидии на выращивание картофеля методом капельного орошения. Так, если в предыдущие годы крестьянам выдавались по 20 тысяч тенге на каждый гектар, то в этом году эта сумма увеличена в два раза. Откликнувшихся пока нет. Однако это в управлении объясняет всем, что на селе о субсидиях еще мало информированы. Всего на сегодня в области картофель методом капельного орошения, авторство которого приписывается израильтянам, выращивается на площади 130 гектаров. Что касается выращивания зерна, то традиционно неплохой урожай из-за плодородного чернозема дают Айтикибийский, Каргалинский, Мартубский и Храмтауский районы. Правда, из-за засухи последних лет в регионе сбор по осени составлял в среднем 2 центнера с гектара. Однако нынешняя весна была богата на осадки, и погода на это лето ожидается неплохая, отметили в Акимате. Сотрудники водно-спасательной службы области сегодня приступили к подготовке спасателей-дружинников. До начала купального сезона осталось около недели, и в целях снижения количества ЧС на воде во всех районах области в этом году вновь будут работать ведомственные спасательные посты. Игельман из Сангулов приехал из села Петропавловка Каргалинского района. Этим летом он будет работать в детском лагере, а по совмещению еще и занимать должность спасателя-дружинника, чтобы обходить берег и следить за порядком на воде. Сегодня Игельман вместе с другими под руководством опытных наставников учился погружаться с аквалангом, оказывать первую медицинскую помощь в экстренных ситуациях людям, попавшим в беду на воде. Приехали на этот семинар, чтобы подучиться спасательскому делу, водно-спасательной службе, пробовать семинар. Людей на так называемые ведомственные спасательные посты набирают из числа безработных, состоящих на учете в центрах занятости, и макиматы будут платить заработную плату. Всего по области планируется обучить около 100 спасателей. Жанна Мамбиджанова сегодня на занятиях была единственной представительницей слабого пола. Уже сейчас девушка с уверенностью заявляет, что вполне справится со своей временной работой. Тем более, что опыт у Жанны есть. В прошлом году в своей родной Эмбе она также работала спасателем на воде. С 1 июня в области стартует купальный сезон. Только в нашем городе отдохнуть можно будет на территориях семи пляжей. На сегодняшний день у нас обследованы уже пляжи Саихат на Актюбинском водохранилище, новый пляж Инжу на Актюбинском водохранилище, пляж на реке Элек Новый Жагожай, затем пляж Гренленд, Жилгородской пляж. В ближайшие дни, до 1 июня, мы планируем еще обследовать пляж на Актюбинском водохранилище, еще один у нас пляж есть, затем пляж на Саздинском водохранилище и пляж на реке Элек, который расположен возле Кирпичного моста. На территории Актюбинской области сейчас имеется более 700 водоемов, которые включают в себя большие и малые реки, озера, водохранилища. Но далеко не везде можно окунуться в воду. Спасатели предупреждают актюбинцев, плавать разрешено только в специально отведенных местах и во время плавания необходимо быть бдительными. Только в этом году по неосторожности под воду ушли уже 3 человека, среди них один ребенок. Лиза Асакива, Жаслан Жубаев, программа «Факт». В преддверии Всемирного дня борьбы с табакокурением, который отмечается 31 мая, в первой поликлинике сегодня провели брифинг. Его организатором выступил Центр формирования здорового образа жизни. На встречу пригласили представителей наркодиспансера, медуниверситета и правоохранительных органов. По данным Центра ЗОЖ, четверть населения нашей области не может жить без табачных изделий. В среднем один взрослый выкуривает в день от 5 до 20 сигарет, о вреде курения сейчас мало кто задумывается. И только когда начинаются проблемы со здоровьем, тут же бегут к врачам. Распространенные среди курильщиков недуги, кашель, бронхит и прочие заболевания органов дыхания. А у беременных, которые не могут отказаться от сигареты, может родиться больной ребенок. Если у нас среди мужчин количество курящих табак уменьшается, но нужно отметить, что среди женщин оно увеличивается. Вот по республике, если в 2001 году мужчин, которые подвергались курению, было 65%, на сегодняшний день, в 2012 году, эта цифра снизилась до 41%. Это психическое заболевание. То есть никотин относится к психоактивным веществам, попадая в организм и воздействуя на головной мозг человека, он вызывает определенные изменения в психическом состоянии человека. То есть, собственно, для чего люди никотин и употребляют. По словам медиков, в большинстве случаев причиной рака легких становится никотиновая зависимость, избавиться от которой так же сложно, как и от алкогольной. Злостные курильщики называют свою привычку отвлекающей терапией и утверждают, что сигарета снимает стресс и успокаивает нервы. Осложненная форма – это 25 тысяч человек умирают от табакокурения. От легочного заболевания – это 3 тысячи человек. Это Казахстан? Да. А теперь, сейчас по программе президента Республики Казахстан, это у нас средняя продолжительность жизни должна увеличиваться до 75 лет. Поэтому, например, каждый человек ответственен за свое здоровье. В преддверии Всемирного дня борьбы с курением Центр ЗОЖ проводит различные акции, посвященные этой дате. Тем, кто хочет бросить курить, обещают помочь психологи. По их словам, раз и навсегда отказавшись от сигарет, можно сэкономить до тысячи долларов в год. Лайла Дельшинова, Марат Акажанов, программа «Факт». Ну а бойцы студенческих отрядов Шасуель приступили к своей работе. В эти дни ребята приводят в порядок городские скверы и бульвары. Сегодня учащиеся одного из колледжей помогали рабочим ТО «Кастор» в обрезке Сухостоя. Старые карагачи на этой небольшой аллейке, которую называют студенческой, уже давно нуждаются в омоложении и санитарной обрезке. Рабочие подрядные организации, на баланс которой и передали сквер, привели в порядок желтые акации, посаженные здесь еще в 80-х. После оздоровительной процедуры кустарники хорошо разрослись, а вот высохшие верхушки карагачей и вязов решили спилить, чтобы дать стволам вторую жизнь. Пожасуель, вот они у меня на обрезке, сейчас мы проводим санитарную обрезку деревьев, то есть вырезку сухостойных этих деревьев и фаутных веток и так далее. Эти студенты у меня сейчас, мы ставим задачу, чтобы они, ну как, ветки рубили и погрузка в основном у них. И это самое, работа по вырезке нижних стволов веток, чтобы оголить ствол. В отрядах Жасуель сейчас трудятся 200 студентов. С их помощью в городе должны посадить более трех тысяч саженцев лиственных деревьев. Если за ними не ухаживать и не поливать, то со временем зеленые насаждения начинают болеть и чахнуть, говорят ребята. Мы работы не боимся, мы помогаем рабочим во время обрезки деревьев, собираем ветки, загружаем в машину. Еще нам предстоит рвать сухую траву в парках и скверах, которая может загореться из-за непотушенного окурка. Засохшие стволы и ветки вывезут на городской полигон или раздадут обитателям дачных массивов на растопку. Лыла Дельшинова, Марат Кожанов, программа «Факт». И о спорте. В октябре проходит чемпионат детско-юношеской лиги по баскетболу. Его завершение планируется 30 мая. Пока же игры идут полным ходом. Организаторы подчеркивают, что баскетбол приобретает большую популярность у подрастающего поколения. Количество команд ежегодно увеличивается. Вообще у нас 8 возрастных категорий. То есть захвачены практически дети с 9-летнего возраста до 18 лет. И юноши и девушки в своих возрастных категориях встречаются два раза в год, по два тура играют в систему. Баскетбол уже хорошая игра. Надо заниматься баскетболом. Все играют мальчики. Мне тоже нравится. В нынешнем соревновании участвуют 16 команд из почти всех регионов Казахстана. Октябрьские юные баскетболисты являются одним из сильнейших. По итогам предыдущих игр местные игроки входят в тройку лучших. Они на данный момент лидируют и в нынешнем соревновании. Проведение второго тура чемпионата намечается на ноябрь. В каком городе он будет проходить, пока неизвестно. Это были все новости к данному часу. Я с вами прощаюсь. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова А.Кулакова А.Кулакова